Третий слёт машинистов российских железных дорог. Событие для холдинга по меньшей мере историческое. Предыдущий форум профессионалов мотор-вагонного подвижного состава был аж в 2009-м. Спустя 4 года вновь в самом сердце страны была организована площадка для прямого диалога машинистов, помощников машинистов и руководителей РЖД. Обмен передовым опытом и мнениями, критика и предложения. 300 лучших работников эксплуатационных депо со всех дорог прибыли на слёт. Открывали его вице-президент Алексей Воротилкин, он же глава дирекции тяги, в чём ведении всё локомотивное хозяйство, и первый вице-президент РЖД Вадим Морозов. Руководство компании стремится прямо, открыто обращаться с работниками локомотивного комплекса, в том числе, конечно, и с локомотивными бригадами, слышать проблемы непосредственно от первого лица и решать их, как всегда, полно, без отложения на какие-либо другие времена, так как это возможно сделать в настоящем времени и наиболее эффективно. Первый вице-президент холдинга рассказал о том, как решаются в РЖД вопросы безопасности, охраны труда, развития инновационных технологий. Вадим Морозов затронул и тему развития социальной политики холдинга и отметил, что средняя зарплата машиниста на конец 2013 года составила 56 тысяч рублей. Причём за год она была проиндексирована на 9%. И здесь же топ-менеджер призвал своих коллег, машинистов, повышать престиж профессии. Где бы ни работали, в кабине какого бы локомотива или поезда бы ни находились, родит одно – это профессия, в которой воплощены главные черты настоящего железнодорожников. Это каждый смотрит вперёд. Это будущее и созидает это будущее, вкладывая в свой труд и навыки, и опыт, и без всякого привлечения сказать, конечно, свою душу. Ибо нельзя сегодня быть механическим роботом в кабине локомотива. Люди, которые, безусловно, чувствуют это, понимают, ценят и отдают себя этому труду. Вице-президент компании Алексей Воротилкин знает не понаслышке чаяния и желания своих подчинённых. Он ещё раз призвал делегатов третьего слёта активнее участвовать в обсуждениях. Ведь принимаемые на такого уровня формах решения почти всегда становятся программными документами, настоящим руководством к действию на последующие годы. По мнению Алексея Воротилкина, машинисты должны постоянно повышать свою квалификацию. Нам нужен грамотный машинист, который будет не ремонтником в пути следования, а который обеспечит безопасность движения с принципами ответственности, квалифицированно будет вести поезд, управлять локомотивом, с экономией топливно-энергетических ресурсов, обеспечивая сохранность локомотива. Сегодня для этого у нас есть всё. И методики, и программы подготовки кадров, современные тренажёры, возможность дистанционного обучения, система проверки знаний, тестирования, учебные центры и дорожно-технические школы. И в течение трёх дней участникам слёта наглядно продемонстрировали достижения компании в вопросах обучения, повышения профессиональных навыков. Многие машинисты впервые побывали на экспериментальном кольце в Щербинке, где прошла динамическая выставка. Вот и экспонаты – современные машины, разработанные и запущенные в серийное производство за последние четыре года. Машинисты, работающие на экспозиции, тщательно подготовили свои локомотивы к осмотру и были готовы в любую минуту рассказать прибывшим коллегам о всех технических характеристиках этих машин. Локомотив 2Т25АМ001, производство Брянского машиностроительного завода. Выпущен он в 12-м году, в январе месяце. Полтора года успешно работает депо «Брянск-2» на участках «Брянск-Орёл», «Брянск-Гомель». Ну, вот, довольно-таки тяжеловесные составы. Зарекомендовал себя хорошей пчёлкой-труженицей. По сравнению с тепловозами 2Т10, конечно, кабина комфортная, светлая, тёплая. Установлена система кондиционирования воздуха, холодильники. То есть всё, что необходимо для работы, всё есть. Традиционное приветствие звуковым сигналам. И штурманы железнодорожных машин расходятся по кабинам. Все делегаты – профессионалы с солидным стажем работы и высокими наградами. Однако при виде новой техники проявляют почти детское любопытство. Ты так понимаешь, джойстик? Да, контроллер, джойстик. Контроллер, да. Машина – это режим управления. Ну, автоведение – это понятно. Ручное управление. В центре внимания, безусловно, оказались сапсаны. Машинистам продемонстрировали оборотный пункт высокоскоростных поездов. Для многих участников слёта ещё недавно они были чем-то далёким и почти неизвестным. Поэтому живая очередь в кабину быстрой машины выстрелилась с улицы. Интересно всё – от механики до электроники. А вот это что за мониторы слева и справа? Это интерфейсы по неисправности, по функциям, так сказать, поезда. Программа третьего слёта машинистов была насыщенной. Участники были поделены на группы. Каждые определили свой удобный маршрут. Делегаты успели побывать в научно-клиническом центре, где им показали, над чем работают учёные. Например, над последствиями воздействия магнитного поля на локомотивные бригады. В этой лаборатории с помощью установки АРФА следят, как изменяется микроциркуляция крови при нулевом магнитном поле. А вот другая установка – кабина аудио-визуальной релаксации. Учёные пока только изучают, как данное оборудование действует на состояние человека. Среди машинистов нашёлся и доброволец. Григорий Симбай на себе испытал действия установки. Хорошо. Я её не открою. Я могу, конечно, открою, но видите, большого эффекта это пространство. Снимает напряжённость. Можно уже подумать. Обо всём думаешь. Уже напряжение работы не будет о работе думать. Когда смотришь, как здесь, допустим, картины какие-то, произведения хорошие. Даже просто природу смотреть. А вот машинист за тренажёром кабины пассажирского электровоза. В режиме реального времени испытуемый в течение 8 часов управляет локомотивом в заданных условиях. А в это время группа учёных проводит необходимые исследования. Это исследование различных седативных препаратов, исследование усталости, утомляемости, исследование влияния устройств безопасности, таких, как вы не любите, ТСКБМ, на локомотивную бригаду. Тренажёры для машинистов установлены и в Пресненском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций. В этой кабине абсолютный эффект присутствия. Компьютерный симулятор максимально приближен к настоящей работе. Я сам работаю на электровозах переменного тока, поэтому данный тренажёр, он меня именно и интересует. Очень помогает. Во всяком случае, та программа, которая заложена в эти тренажёры, создание нестандартных ситуаций, это очень важно для работы машиниста. Поэтому хотелось бы, чтобы такие тренажёры впоследствии были внедрены во всех дорожных и технических школах. Одними экскурсиями организаторы слёта не ограничились. В Щербинке состоялись четыре семинара. На базе в НИШТО большую часть времени так называемых круглых столов отвели непосредственному общению и предложениям, которые поступали от самих машинистов. Вопросы, как всегда, актуальны, потому что вопросы, которые поднимаются на слёт, они интересуют большинство работников коллектива. Плохо то, что у каждой слёт возникают одни и те же вопросы в плане оплаты, в плане здоровья, в плане безопасности. Чтобы получить максимальный эффект от форума, были организованы встречи машинистов непосредственно с топ-менеджерами компании. В частности, со старшим вице-президентом Валентином Гапановичем разговор касался инновационного развития холдинга. Главный инженер компании сообщил, что год от года РЖД увеличивает затраты на приобретение нового подвижного состава. Закупается и тяжёлая техника. Мы начинаем ряд экспериментов, ряд работ. Они будут проходить на юго-восточной железной дороге организации движения тяжеловесных поездов с вагонами осевой нагрузкой 27 тонн на ось. Такие вагоны построены. У нас их 146 вагонов построено. Впервые в истории российских железных дорог будем пробовать вождение поездов весом около 9 тысяч тонн с вагонами осевой нагрузкой 27 тонн на ось. О закупке новых локомотивов участников слёта информировал и Алексей Воротилкин. Глава дирекции тяги РЖД привёл цифры, красноречиво говорящие о масштабном обновлении парка подвижного состава. Сегодня уже говорилось о закупке локомотивов. 804 локомотива в этом году. За период с предыдущего слёта мы закупили 3 150 новых локомотивов всей серии. Это тоже очень хороший результат. И это говорит о том, что руководство компании, правление компании, невзирая на любые экономические ситуации в стране, помните 2008-2009 год, а этот год, конец этого года, следующий год будет нелёгкий. Всё равно принимают решения и выделяют нам те необходимые средства, чтобы мы закупали новые локомотивы, чтобы мы обменивались. Старый парк, тот, который подлежит списанию, тот, который уже не соответствует определённым требованиям по условиям туда, он списывался. Эту работу будет продолжать в следующем году. Правительство страны утвердило инвестпрограмму для российских железных дорог, и мы в соответствии с этим следующим годом тоже закупаем новых 629 локомотивов. В Колизее на Новой Басманной делегаты слёта машинистов общались с вице-президентом компании Шевкетом Шайдулиным. Пожалуйста, Калий, любые вопросы, в принципе, стесняться не нужно. Разговор по душам. Вопросы, дискуссии, предложения. Машинисты указывали на то, что хотели бы изменить в своей работе. Ведётся ли какая-то работа, если ведётся, то скоро ли она у нас будет внедрена, это по книге замечаний, значит, запись машинисты сделают с помощью многофункциональной карты. Уйти от бумажной писанины. Отработки перехода на электронный маршрут. Сейчас у нас пилотная проходит на двух полигонах дороги. Вот мы недавно опять обсуждали, на следующий год мы хотим комплексно увязать ещё один проект дороги. То есть внедрение электронного, так называемого, маршрута машиниста, он принципиально позволит не просто брать систему нормирования труда, но вписать в систему полностью индексификации и самого личности, и ту возможность, о которой вы говорите. Среди затронутых тем не только проблема замены бумажного документа оборота на электронный, но и вопрос о безопасности, а также отдых машинистов и интенсивность их труда. Я очень хотел бы надеяться, что сегодняшняя ваша работа, участие в данном съезде, должен отразиться в вашей работе в коллективах. Вы уже должны приехать с точки зрения, как проводники тех идей, задач, той работы, которую провели. Социальные тематики посвятили встречу с вице-президентом компании Дмитрием Шахановым. Главное, о чём говорили много и обстоятельно, коллективный договор на 2014-2016 годы. В новой редакции этого документа сохранены прежние льготы, гарантии и компенсации, которые стали более адресными. Их будут предоставлять на условиях кредита и софинансирования. Машинисты смогли задать и другие важные для них вопросы. Как бы вот задавались здесь сейчас много вопросов различного плана. И, в принципе, на них были получены, как я вот для себя, моё мнение, в принципе, положительные ответы. Мы тоже хотим использовать этот слёт и этот круглый стол для того, чтобы не только понимать настроение наших коллег, но и в первую очередь, чтобы мы именно от коллективов машинистов тоже могли получать конкретные предложения, как ещё лучше, соответственно, выстроить мотивационную систему, как ещё лучше выстроить социальную политику в компании. Наиболее продуктивные предложения вошли в итоговую резолюцию слёта. Как оказалось, многие отраслевые вопросы актуальны не только в нашей стране. На правах гостей в слёте приняли участие и белорусские железнодорожники. И те вопросы, которые сегодня прозвучали, обязательно будут учтены и в развитии нашего локомотивного комплекса и белорусской дороги. Ну, я, к сожалению, могу сказать, что часть, вернее, с радостью могу сказать, что часть вопросов мы решили положительно и раньше вас. Однако есть чему и поучиться. Традиционно на торжественной церемонии закрытия слёта у машинистов была возможность пообщаться с президентом компании, задать ему вопросы, выслушать его позицию, оценку и прогнозы будущего отрасли в ближайшие годы. С каждой такой встречей вопросы становятся всё откровеннее. Столь же открытым получилось и на путстве главы РЖД. Меня и продавали, и предавали, на меня охотились, не дождались. И вот я хочу, чтобы это было нашим принципом. Что бы ни происходило, мы должны жить по канонам той жизни, которую нам завещали наши предки. Мы должны жить по канонам нормальных человеческих, а не каких-то лесных отношений. Мы не в джунглях. И я рассчитываю, что вы, без преувеличения, как передовой отряд рабочих, компании ОАО РЖД, эти принципы будете реализовывать в своей повседневной жизни. Владимир Якунин неоднократно подчеркивал, что нужно развивать профессиональные компетенции, повышать уровень дисциплины, безопасности движения и престижа профессий. Лучших машинистов РЖД глава холдинга наградил государственными и корпоративными знаками отличия. Уже спустя несколько дней после завершения третьего слёта всеми вопросами и предложениями, которые не вошли в окончательную резолюцию, занялись профильные департаменты компании. Следующий съезд машинистов пройдёт в 2016 году.